Всем добрый вечер! Я недавно вышла из душа, пришла на кухню, чтобы заварить себе чай. Буду пить вот такой вот с киви и клубникой. Я о нём уже вам рассказывала, покупаю я этот чай в магазине Little. Там у них два сорта, киви и клубника, которые у меня сейчас, и также есть с манго. Оба чая мне по вкусу нравятся. Тот с манго, он больше идёт такой более освежающий, а этот сладковатый. Когда я себе завариваю именно этот чай, мне приходится меньше мёда добавлять, потому что он сам по себе уже сладость какую-то придает, видимо, из-за клубники, не знаю. Как вы знаете, я сахар уже не употребляю. Наверное, где-то уже месяца три, наверное, да? Мне кажется. Чему очень рада, и вместо сахара я всё-таки добавляю мёд. Без сладкого я, тем не менее, жить не могу. Иногда себе позволяю также веганскую шоколадку. Всё-таки я сладкоежка, и отказаться от сладкого полностью, наверное, у меня никогда не получится. Так, что хотел сказать? Да, мне буквально вчера позвонили и сказали, что я с четверга начинаю работать, то есть завтра мне на работу, поэтому я приняла душ и привела ногти в порядок своим. Вот, видите? В принципе, ничего особенного, просто немножко акригели у меня на ногтях. Ну, вообще, это уже своя длина ногтей у меня. И сверху нанесла вот эту вот базу от... Забыла, как называется база от... Неонель, да. У меня она единственная база, и такое покрытие от Неонель. Видите, я форму другую сделала ногтям. Решила с квадратиками немножко походить. Что хотела сказать ещё по поводу волос. Сегодня, кстати, мыла волосы снова с шампунем в домашних условиях, которые я делала. Недавно вам показывала во влоге из ржаной муки и лимонного сока. Что хочу сказать? Два дня у меня в чистоте продержались волосы. Пачкаются, в принципе, так же, как и с обычным шампунем. Вот, что хотела заметить. Но я понимаю, что с этим шампунем я могу каждый день волосы свои мыть. Потому что не буду бояться, что всё-таки, как ни крутите, даже в натуральных шампунях есть какие-то... Ну, как они называются? Павы, что ли, которые разрушают нашу структуру волос. Да, поэтому, мне кажется, вот ржаной мукой и с лимоном вообще будет отлично. Я действительно могу каждый день позволить себе мыть волосы. Да, а так, с шампунями обычными я, конечно, старалась этого не делать. Лучше с собранной грязной головой там в пучок, нежели я бы там мыла каждый день свои волосы. Вот, а теперь я вообще не буду бояться. Конечно же, как уже говорила, отказываться полностью от натурального шампуня я не буду. Точнее, ну, от шампуня обычных, которые нужно покупать в магазинах я не буду. Но, тем не менее, хочу вот в ближайшие два месяца пользоваться именно шампунем. И из муки, ржаной муки и лимона. Да, смотрите, у меня маечка от Каппа. Я думаю, вы знаете эту марку. У меня, кстати, от этой марки есть также рюкзак черного цвета. Давно покупала. Кстати, эту маечку я купила в магазине Lidl. И была удивлена, что она продается там. Надо было взять и вторую маечку черного цвета. В следующий раз, если будет, обязательно возьму. Хотя покупала уже, наверное, где-то в неделе-две тому назад. Не знаю, продаются ли они еще. Такая классненькая, сиреневого цвета. Написано просто Каппа. И стоила она 7 евро 99 центов. В принципе, недорого. Ну, для Lidl дороговато, наверное. Потому что там маечки можно купить и за 4,99. Но это все-таки марка, да. Там еще, кстати, были, как они называются, толстовки с капюшончиками. Ну, я их не стала покупать. Но я не любитель прям толстовок. Мне больше пуловера нравится. Кофточка раличная. Вот. Хотя толстовки тоже неплохо смотрите с капюшоном. Так одеть иногда, да. Вот. Наверное, все, что я хотела сказать. Больше ничего. Да, завтра на работу. Рада ли я? Если честно, да, очень рада. Потому что с этой короной сидишь дома, стрессуешь. Никуда не можешь выйти. Только магазин за продуктами. По идее, у нас дальше продлевает вот этот вот локдаун. То есть нужно находиться дома многим фирмам. Но мы вроде как начинаем работать. Я пока точно не знаю. Но у нас продлили до конца января. Так что вот такие вот магазины, куда можно пойти, там купить косметику. Посмотрите. Будут закрыты. Дуглас, допустим, ТК Макс. Мюллер и ДМ вроде открыты, если я не ошибаюсь. ДМ точно открыты. А вот и Мюллер не знаю точно. Поэтому, если что, можно будет в Мюллер хотя бы сходить посмотреть. Мне очень хочется попробовать блеск Ляку под мебель. Мне написали, что этот блеск сравнивают с Fenty Beauty блесками знаменитыми, которые мне очень нравятся. Поэтому мне самой бы было интересно протестировать, потому что у меня Fenty Beauty есть. И смогла бы сказать вам, есть ли отличия или же они похожи, не похожи. Короче, я думаю, вы поняли. Такой обзор сделать, сравнение. Да. Всё, наверное, на этом буду заканчивать такую вступительную часть влога этого. И думаю, увидимся с вами уже завтра, когда буду собираться на работу. Может, макияж покажу. Всё. Всем пока-пока и спокойной ночи. Ну что, вот и настало утро. Я собралась на работу. Но могу сказать, что ощущаю себя не выспавшейся. Потому что ушла спать в 10 часов вечера, проснулась в 2 часа ночи и больше не могла уснуть. Лежала и смотрела различные видео. И потом уже где-то, наверное, ближе к 6 часам утром мне захотелось спать настолько. И вот до сих пор это состояние, сонное состояние не проходит. Но уже в 6 часов утра я просыпаюсь. Поэтому пришлось вылезать из постели. Приготовила чай. Поэтому пока ещё не красила губы. Потому что до сих пор добиваю этот чай утренний. Он уже и холодный стал. Но тем не менее, хочется допить. Пока ещё не знаю, что буду делать с губами. Но думаю, что что-то не удалось к макияжу, который я сегодня сделала. Вот он, кстати, у меня. Выполнила я его полностью с тенями и с панвусом. Ань, что-то вставать вам поближе, покажу. Очень красивый макияж получился, девушки. Я просто влюблена вот в этот вот серый оттенок от Essence. И смотрите, какой красивый макияж получился в сочетании с таким золотистым и серым. Это не холодный серый, а тёплый. Поэтому, наверное, мне он так нравится. И вот как раз-таки я не раз вам уже говорила, почему мне нравится панвус Айшадос и этот проект. Потому что, казалось бы, если бы не этот проект, я даже не задумалась бы сама сочетать вот этот вот серый с золотистым оттенком. А настолько это красиво получается и выгодно, и подчёркивает глазки просто красота. Теперь этот макияж я буду носить, пока он мне не надоест. Я, в принципе, всегда так делаю. Когда мне нравится какой-то макияж из Project Pen, то, что я создала, я в основном там минимум одну неделю хожу. Если мне этот макияж очень нравится. А это мне безумно нравится. Такое красивое сочетание получилось. Обалденный просто макияж. Очень красивый. Давайте сейчас покажу тени, которые я использовала. Итак, первый цвет из палетки Million Nude Faces. Я думаю, что у многих есть эта палетка от Tessna. К сожалению, её вывели из производства. Она мне очень-очень нравится. Вот. И на всём подвижном веке получается вот этот вот цвет. Безумно красивый, девочки. Очень красивый. Просто обалденный цвет. И на внутреннем уголке глаза из палетки Checkling Hill. Это у меня палетка Ring Alarm называется. Вот этот вот золотистый, очень красивый оттенок. Наверное, несталека лучше показать. Но на внутреннем уголке глаза. Просто шикарнейший макияж получился. Очень красивый цвет вообще с шиммерами от Morphe. Я безумно довольна, по крайней мере, с коллаборацией Checkling Hill. Ну, я, в принципе, слышала, что у Morphe такие шиммеры классные, яркие, насыщенные. Вот. Красота. Макияж просто обалденный, девочки, получился. Мне безумно нравится. Люблю, когда я нахожу такие макияжи, которые меня удовлетворяют. И я хочу носить этот макияж. Очень красивый. Очень. Какой же вот этот цвет от Essence. Так прям богато смотрится навеки. Он, знаете, такого очень мелкого помола. Так прям элегантно, можно сказать, смотрится навеки. Ну, ладно, я думаю, что уже потихонечку пойду. Допью свой холодный чай утренний. И потом буду потихонечку выдвигаться. Всем хорошего дня. И увидимся. Не знаю, где с вами увидимся. Ко мне разные посылки должны прийти. Надеюсь, что-нибудь приедет. И я вам как раз таки вставлю в это влоговое видео. Всем добрый вечер. Ну что, я сегодняшний день отработала. Прекрасно себя ощущаю. И я вам как-то один раз говорила, что очень-очень люблю вот эту вот послерабочую усталость. Если можно так сказать. Потому что я знаю, что такая усталость меня успокаивает. И я прекрасно буду спать сегодня вечером без задних ног, как говорится. Ну и когда приехала домой, меня ждал сюрприз. Я вам говорила, что мне некоторые посылки должны приехать. И вот одна из посылок. Это заказ из Sephora. Небольшой совсем заказ. Но все-таки я сейчас вам его покажу, отредактируя видео и выложу. Потому что я не знаю, когда у меня еще видео будут выходить. Так как сейчас как-то и времени не было, и желания особо не было. Поэтому хотя бы влоговое видео, думаю, надо выложить, чтобы вы не скучали. И так, что же я купила. Первое, что давно очень хотела попробовать от марки Fresh. Знаменитые бальзамы для губ. У них есть они разных вариантов. Есть бальзамы обычные. Такие как гигиенические бальзамы в виде помады. Есть в таких же упаковках с цветом помады. Ну короче, разнообразные. И я взяла именно этот вариант, потому что была хорошая акция. Так, вот такая вот шайбочка. Эта шайба вот. Показываем коробочку. Вот такая вот шайбочка стоит 17 евро 50 цент филе и 17 евро 95 центов. Ну короче, будем считать 18 евро. А я отдала за этот 13 евро. Именно на лимон была акция 13 процентная. Но я потом посмотрела, что видимо у них упаковка поменялась. Или что-то они изменили. Вот эта вот, как бы сказать, вот эта шайба, она по отдельности продавалась. То есть не в той кучке, когда вы открываете, допустим, бальзамы. И там можно выбрать несколько вариантов. Этот бальзам по одиночке шел. То есть там не было других вкусов. Там есть шоколадка, все различные. Я, кстати, забыла на черную пятницу купить. На черной пятницу я хотела приобрести себе именно с ароматом то ли какао, то ли шоколад. Ну что-то такое вот коричневого цвета. Но вот увидела скидку замечательную. 13 евро стоило. Поэтому решила попробовать с лимоном. Очень хвалят эти бальзамы. Поэтому реально хотелось попробовать. Сколько здесь, кстати, грамм? 6 грамм. Это достаточно много для бальзамов, для губ. Хватит надолго. Сейчас открою вам, покажу, как внутри все выглядит. Ну что, внутри, в принципе, здесь и смотреть нечего. Просто хотелось вам показать, возможно, текстуру и оттенок самого продукта. Вот. Такой вот цвет. Немножко перламутровый. Очень приятный, знаете, нежный, сладковатый. Чуть-чуть лимона есть. Но не сказала бы, что это прям лимон-лимон. Посмотрим, как он раскроется на губах. Потому что еще не наносила. У меня в использовании сейчас просто бальзам. Я его хочу закончить. Там совсем мало осталось. И потом открою этот бальзам и буду пробовать. Если мне понравится, конечно же, куплю себе еще какой-нибудь другой вариант. С другим именно запахом. Ну и жесткий тко какой-нибудь буду ждать тоже. За 13 евро это очень хорошая цена. И вообще, эта покупка была не запланированная. Изначально я хотела себе приобрести только один продукт. И это новинка от Fenty Beauty. Это их блеск. А именно оттеночный блеск. Потому что у них блески уже есть. А это блеск, который имеет хорошую покрывающую способность. Конечно же, взяла в оттенки Fenty Glow. Так вот, фокусируйся. Fenty Glow 02. И это, как можете видеть, большой размер. 9 мл. Написано, просто не вижу через камеру. Когда буду редактировать, только тогда смогу увидеть. Очень красивый оттенок. Но я ее сейчас очень делаю. Если хочу с вами свой сделать, показать вам. И вот принесла обычную версию Fenty Glow. Тоже видите, Fenty Glow называется. Там написано? Ничего не видно. Вот, тоже Fenty Glow. Но, как можете видеть, они совершенно отличаются именно по цвету. Я думала, что этот оттенок тоже будет приближен к этому. Такой коричнево-персиковый. И там золотистые блестки, что ли, непонятно. Мне кажется, там золотистые блестки. А тут получается больше все-таки оттенок уходит в розовый. Но он не такой, как бы сказать, яркий, очень нежный, спокойный. Я думаю, что мне классно подойдет этот цвет. Нюдовый такой. Ну, я когда увидела свочи на эти кремовые блески, сразу поняла, что хочу приобрести именно этот оттенок. В принципе, я и ожидала, что он будет больше в розовинку уходить. Но это такой, знаете, даже бы сказала, розовый. И, может быть, возможно, и персика немножко внутри есть. Хотя, вот сравнивая с блеском, ощущение, что он просто такой, знаете, как бы его сказать даже, не тауповый розовый. Ну, короче, девочки, я даже не знаю, как описать этот оттенок. Но он очень красивый. Вот на камеру, в принципе, видите, цвет особо не искажается, как я вижу. Такой же, как и в жизни. Может, чуть-чуть. Чуть-чуть поярче делает этот оттенок, но он не такой яркий. Давайте сделаю сейчас свочи этого блеска и этого рядышком, и вы сможете увидеть. А потом в каком-нибудь влоговом видео мы с вами протестируем этот блеск. И вы сможете посмотреть, как выглядит на моих губах этот блеск. Ну, вот сделала свочи. Они также расположены, как и блески здесь. Вот первый, который у меня миниатюрка. И второй, то, что я сейчас купила себе. Посмотрите, какой блеск дает они губам. Невероятно сочные на губах, конечно. Конкретно вот этот вот блеск я имею в виду. Я думаю, что этот тоже не будет уступать. И тем более, вот такой вот очень интересный и красивый оттенок. Прям нютовый. Обалденно будет. Классно-классно. Очень рада, что купила. И вообще, когда я открыла, и удивилась, насколько большая упаковка. Здесь 9 мл. Мне даже вот этого вот блеска кажется здесь достаточно много. Давайте посмотрим, сколько здесь по грамму. 5,5 мл? Да ладно! Представляете, 5,5 мл – это очень много для блеска для губ. А здесь 9 мл. Получается, в принципе, миниатюрки. Даже если вы какой-то набор будете покупать себе, очень выгодно именно миниатюркой приобрести. Мне кажется, в блесках для губ, допустим, от Essence, в моем любимом блеске. Давайте посмотрим, сколько там. Представляете? Там всего 5 мл. Вот здесь 5,5 мл, а здесь 5 мл. Представляете, да? Казалось бы. Упаковка от Essence большая какая, а это малютка. Ну, тут и толщина самого вот этого пластика, мне кажется, сделали вот потоньше, нежели у Essence. Поэтому такое различие. И с этим заказом также я получила вот такие вот пробнички. Дейли пил. Я думаю, что это пилинг для лица какой-то. Чувствую, там какие-то частички, мне кажется, есть. Вот, две штучки положили. Лучше парфюм, конечно. Думаю, что будет какой-нибудь парфюм. Ну, ладно. Что есть, то есть. Вот такие вот небольшие покупки я себе сделала, порадовала немножко. И думаю, на этом видео буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно. Если так, как обычно, подержите меня пальчиком вверх. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.